Я сама от себя в шоке. Все мои дни, они вот базируются на кухне. Либо кухня, либо вот диван. Все дни, господи! Да это я думаю, что это у всех россиян. Сейчас буду варить суп. Вернее, не я буду варить суп, а мы будем варить суп. А-а-а! Тут, короче, приготовила. Почистила картошку, морковь. Приготовила, приготовила. Надо сделать зажарку. А, кстати, так-так-так-так-так. Надо сделать зажарку и поставить ее... А-а-а! Ё-моё! Луковицу не почистила. Совсем уже. Почему-то у меня, как сказать, в мечтах было, что я уже все почистила. Нифига! Нифига-нифига! Какой сегодня день замечательный. Погода просто шепчет. Займи и выпей! Как хорошо, что для того, чтобы выпить, занимать не нужно. Хоть с этим повезло. Да, Инна, алкоголичка, да, представляете, ну аж прям вообще. Как вы мне надоели с этими злостными комментариями, что я, если хочу выпить вина, то я беру его и выпью. Как вы мне надоели, Господи, что за люди, ущербные, недалекие людишки. Ну что за люди, ну ёптвою мать, а! Неужели у вас не возникает выпить вина? Да я уверена, что вы хлещете по пэта, по пэта, как сказать, по хлеще моего. Но уверена просто. Просто если человек во всем видео, во всем видео вообще какое есть, если он видит только это, то есть не вслушивается, не в суть ничего, то это, знаете, мои, как сказать, мои сожаления в алкоголе, если вы видите из часового видео только это. Короче, суп варю для себя, салат буду делать для девок. Ну как для девок, сама тоже поем, конечно. Сейчас время, 4 часа доходит, выкупалась, вышла из душа, высохла, поговорила по телефону с одним, с другим, с пятым, с десятым. Представляете, выхожу такая из душа, а того, а вышла из душа, уже сохну, такой стук в дверь, бух-бух-бух-бух-бух-бух, я вообще такая думаю, это кто, блядь? Думаю, кто-то ко мне опять такой смелый пришел. Думаю, такого, в принципе, быть не может. Представляете, это, мытье подъездов, я подхожу к дверям, в глазок смотрю, не вижу, блядь, вижу, что туда стоит очертание взрослой, высокой фигуры. Так я спрашиваю, кто? Уборка подъездов, распишитесь, пожалуйста, что у нас вымыться все. Думайте, сейчас я, блядь, вам открою, Галехонька, в чем мать родила? В костюме Евы. Ха-ха-ха-ха-ха! Так. Хочу первый раз попробовать суп сварить, знаете, в маленькой вермишели, чтобы ни разу так не делала. Ни разу не делала, ни разу. в раковине это как сказать фигня начистила картошку морковь лук все в земле в принципе смотрите если овощи это же корнеплоды если они в земле то ничего страшного в принципе это же корнеплоды просто если вы покупаете морковь мытую например и овощи картофель мытые в маркетах то это говорит о том что его просто вымыли ну или то что его наверное хотя может быть знаете как может быть потому что он рос в песчаной почве может быть он привезенный а у нас вся картошка грязная все овощи хранилище у нас так как у нас еще температурный режим у нас почему-то вся картошка температурный режим имеется ввиду скачет овощи хранилище там же нужно обеспечивать режим температурный зимы же у нас холодные а картошка грязь вот именно грязь земля она она защищает в том числе и от мороза картошку короче нашим волосина не думала волосина блять волосина на микроволновке лежит моя волосина пиздец вот дожила ужас и так надо блять под еще суп давай в волос своих отрисуем пиздец на микроволновке мой волос это очень нормально нет пошла заколю волосы кстати сейчас идет битва экстрасенсов у них я не знаю договорила мысль своим с этими короче сейчас идет битва экстрасенсов и они пытаются угадать экстрасенсы пытаются угадать пару которая состоит в интимных отношениях и там естественно желающих желающих которые в этом принять испытания которые согласились принять испытания принять участие в этом испытании посадили и тут экстрасенсы приходят и говорят вот Вот между ними есть сексуальная связь. А там мужчина и женщина 9 лет в браке воспитывают детей. И, в общем, вроде бы как это, не спутаешь, да? Ну, экстрасенсы умудряются перепутать. А там, когда в битве экстрасенсов испытания объявляют, всегда предлагают кому-то из присутствующих пройти это испытание. Ну, чтобы проверить, например, это сложное или нет испытание. Тут Сергей Сафронов, давай, это испытание пытаться пройти, типа не прошел. Представляете, больше, чем вот большинство испытаний, которые вот такие вот, я прохожу, вы представляете? Они, например, попробуйте пройти это испытание. Ну, вот, например, вот эту семейную пару, которая состоит в интимных отношениях, я вычленила. Я просто так вот посмотрела и посмотрела. Ну, короче, мне кажется, это легко. Я думаю, что мне нужно ехать на битву экстрасенсов, потому что мы это уже с девчонками на работе заметили. Сейчас расскажу прикол. Ну, вот как прикол, блядь? Не прикол нифига. Например, какую-нибудь посылку потеряем, ну, блядь, потеряем вообще. Ходим, мещим вчетвером прямо. И потом раз, и все такие... И Марина говорит, Инна, иди сюда. Ну, или Настя, Инна, иди сюда, посмотри. И я подхожу, представляете, к нужной полке, к нужной полке и беру этот пакет, допустим, или эту маленькую коробочку, вот она лежит. Просто. Все такие, о, Инна, поисковик. Представляете? Да-да-да. Ах, давай еще, блядь, обрежь себе руки из-за лука. Блядь, Инна, Инна. Болтаю, надо же рисоваться, надо в камеру смотреть. А, нет, как сказать, ни хера, блядь, сюда тоже надо смотреть, потому что нож в руках острый. Так. Это вот не прорезала, вот, к примеру. Так. Сейчас поставлю делать зажарку. И достану бульон, тоже поставлю его на плиту. Кстати, мясо, которое у меня в бульоне, мне нужно сделать так, чтобы, блядь, его хватило и на салат. Хотя, наверное, блядь, не хватит. Я, наверное, погорячилась, что я не купила никакой копченой колбаски. А хотя у меня есть копченая колбаска, подождите. Блядь, опять себе чуть ли не по руке. Ебаная Инна. Как-то удивительно, но я не льву. Хотя, вот как не льву, да? Уже только что нож сполоснула. Девчонки, ну я почитала комментарии под своим утренним видео. Ну разве так можно? Вы почему считаете... Блядь, я не знаю, большинство комментаторов, большинство баб решило, что... Блин. Ай, я лук режу, мамочки. Большинство баб-комментаторов, а по-другому я это и не могу сказать, кроме как бабы, решило, что вот этот вот скромненький букетик лилии, вот эту вот веточку лилии купила я сама. Сама себе, ну естественно. Такой же стрёмной бабе никто не может подарить цветы, ну естественно. То есть вы считаете, вот это вот стрёмное бабье, которое мне пишет такие комментарии, вы считаете, что я не могу понравиться мужчине? Вы что, вы так реально думаете? Ну вот реально, да? Свет включила, ой. Руками, руками это, как сказать, делаю и налила себе в шары. То есть вы считаете, что вот вы злющие бабы, то есть вы считаете, что вы можете порадоваться, понравиться мужчине, а я не могу. Ну девочки, как это вообще вы, как вы это почти наивно полагаете? Это я, это я вообще просто в шоке. Нет никакой радости у людей, то что девка радуется просто потому, что ей подарили ветку лилии. И обыкновенную маленькую скромную веточку лилии, которую она любит. Одна пишет, ну там какая-то. Я её видела только что, она эти лилии сама себе покупала. Так если ты меня, сучка, видела, что я сама себе покупала эти лилии, так ты подошла бы, ты подошла бы и сказала бы. И на, сама себе лилии покупаешь. То есть я вообще просто в шоке над бабами. Какие завистливые, какие завистливые. Хотя что я умудряюсь? Если вы звоните на Илю и предлагаете себя, что я удивляюсь? Ну и зрительницы у меня есть. А хотя есть некоторые вообще такие классные, такие умницы у меня. Умницы, разумницы. Ну вот, в каждой бочке есть ложка дёгтя и вот эта вот шваль, вот эта вот шваль, которая распространяется у меня в комментариях. Так, надо. Мало налила масло. Да чё мне открывается-то? Я вообще просто в шоке. Неужели, чтобы подарить скромненький презент, просто сделать приятное детство, нужен какой-то повод? Но неужели ваши мужья, ваши мужчины дарят вам цветы только по праздникам? Зачем нужен повод, чтобы сделать приятное? Зачем? Вообще, что за люди, а? Я, наверное, думаю, что, скорее всего, этим женщинам никогда не дарили цветы. Ну, либо дали только на юбилеи, может быть, на что-то ещё. Потому что они не могут понять, как мой, допустим, зритель, мой подписчик, ну, это парнишка из нашего города, может просто приехать и подарить цветы. Просто. Ах, дурачки вы, дурачки. Просто не дурачки, а дурочки. Потому что это пишут бабы завистливые. Завистливые бабы, мерзкие бабы. Та-дам-та-дам-та-дам. А не налить ли мне шампанского? Так. Так, надо убавить. Здесь надо убавить. Вообще, так-то бы желательно эту бутылку вымыть. Ну, ладно, вымою потом. Сейчас мы перельём. Масло. Вот эту вот бутылку. Которую я пользуюсь постоянно. Я встала на драпель, я думаю, не дай бог, чтобы я где-то накапала. Фу. Так на весу-то держать неудобно. Надо поставить и лить вот так вот. А вот сейчас есть, как сказать, возможность промазать. Так, приятно пахнет морковкой жареной. Ну-ка, интересно, смогу смотреть в камеру и лить? Ну, вроде горлышко в горлышко, вроде бы это. Я прям так хочу супа. Вообще, а-а-а-а. Неужели я сварю, блядь, помешать надо? Да, господи, что она, бутылка-то безмерная, что ли? Сколько можно и лить, и лить, и лить, и лить. Я уже устала на весу руку держать. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Так-так, так-так-так. Девочки, кто любит суп? Мне кажется, вот суп я люблю больше всего. Да, больше всего вообще, что я люблю есть. Первый раз сегодня попытаюсь сварить с лапшой. Такая у меня есть маленькая паутиночка. Да, я, скорее всего, поторопилась. Надо было колбасу-то еще взять. Надо фартук надеть. Надеть надо фартук, потому что, потому что, потому что, потому что. Сейчас что-нибудь как брызнет на меня. Чтобы не запачкать свой костюмчик. И вообще, мне кажется, в фартуке я прям такая хозяюшка-хозяюшка. Прям вот хозяюшка-хозяюшка. Очень хозяюшка. Да. Прямо сама собой горжусь, какая я ловкая. Не налить ли мне шампанского, чтобы дальше бесить весь честной народ, который у меня на канале? А, вообще-то у нас минус семь на улице. Минус семь. И я шампанское поставила на балкон. И оно там стоит достаточно уже долго. Оно там стоит три часа. Блин, не перемерзвали. Ну, короче, по поводу испытания битвы экстрасенса. Это же реально, да, я считаю? Это же реально, чтобы... Пропущенный аудиозвонок по линку. На такой степени тихо телефон, что я вообще... Конечно, ты правильно написала. Ты моя умница, потому что... Ах, блядь, ты хер написал. Знала бы ты, что я сейчас сделаю. Вот я, блядь, общаюсь в блог. Полина звонила одну минуту назад. Что, блядь, за манера звонить по этому... По WhatsApp? Ну, что за манера? Что, блядь, проблемы со связью, что ли? Нет же. Причем, ладно бы звонила по поводу... Это... Ладно бы звонила по поводу, это, как сказать, по видеосвязи. Всегда. Я понимаю, когда по WhatsApp звонят, когда из другого государства звонят. Ну, из другого города, чтобы не тратить деньги. Что, предполинка, где ты? Поля? А ты там что делаешь? Все, потом за ними, я дома. Сатина придет к пеке. А что тебе нужно? К Сатиной, чтобы ссать, пускай, а ты потом приедешь. Тебе с Маринкой надолго? Дома, да. Все, ок, моя дорогая. Все хорошо, давай, счастливо, давай, давай, пока. Перелила бульон в другую кастрюльку. Ну, чтобы... Перелила. Так, турочку надо убрать. Так. Кстати, уже устала. Ну, нереально, домашние дела они выматывают. Я не знаю ни одну женщину, блядь, которая вообще балдеет от того, что она, блядь, варит суп. Ну, просто у многих это получается на автомате. Просто они, как бы сказать, другой мысли, другой жизни не знают. И они понимают, они как бы вынуждены варить суп, потому что у них есть дети, которых надо кормить. Бутылку, пока вливала масло, в бутылку запачкала. Бутылку запачкала, сейчас она будет жирная. Ну, пока она будет жирная, я сейчас вымыю ее. Ну, кстати, она у меня такая уж дурядная была. Так. Знаете, я хочу чего-нибудь, блядь, такого резкого попить. Как, блядь, не хотела сказать, швепса, что ли. Нет, не швепса, шампанского. Я вот сейчас поняла, что я хочу шампанского выпить снова, 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 снова. И так, это тоже надо вывозить. Тут надо помешать. Слушайте, так много людей болеет. Что, эпидемия гриппа у нас, что ли? Иринка болеет, которая ко мне, с которой мы собирались завтра уйти. Поехать. И та Иринка, с которой я планирую поехать в Таиланд в феврале. Она приболела. Иринка приболела. Потом Женька, моя подружка, приболела. Ну, е-мое, как так можно взять и разболеться? Ну, вы че, детки? Все должны быть крепышами, как я. У всех должен быть потрясающий иммунитет. Блять, опять кто-то написал. Кто нахуй? Пропущенный аудиозвонок. Ебануться легче. Это мне звонит Иринка из Америки. У Иринки вообще сейчас время. Ночь. Ей, че не спится? Я только что с ней разговаривала по телефону. Я думала, это другая звонит девушка. Меня начало, блять, плести, ошколотить. Думаю, этой-то, блять, че надо. Ох. Ох, блять, Инна, сходи уже за бокал, за бутылкой шампанского и налей себе бокал этого, бокал вина. Игристого. С такой погодой, блять, не захочешь жить. Я вот просто представляю, люди бездомные, как они выживают в таких условиях. Как, как, посмотрите, вы посмотрите, какая прелесть. Ах, ах, шампузик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Че-че-че. Сейчас, нарядим. Мне бутылочки хватит на вечер. Ах, ах, Инна алкоголизируется. Я пью ни больше, ни меньше. Вообще, о всех случаях, когда я пью, вы знаете. И кому-то кажется то, что я спиваюсь. Кому-то кажется. Но если вы трезвенник-язвенник или в прошлом алкоголик, то, конечно же, вам кажется, что я спиваюсь. А если вы нормальный человек, то вам просто кажется, что я кайфую от жизни. Вот вам что кажется. Так, надо, блядь, мясо достать. Я даже не ёбнутый человек. Поставила бульон на огонь. Мясо в нём. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно, мне нужно. Мне скоро уже закипит этот. Скоро закипит бульон. Такой прозрачный. Прям вот классный. Я когда его переливала ещё из кастрюли в кастрюлю, я же мясо варила в меньше, в меньше кастрюлю. Когда я его переливала, то... Это вы, брасей, как-то бутылку закрывала. То-то-то-то-то. Почему я этим ножом режу, твою мать? Я его ещё процедила. Я его процедила, и он был вообще прям прозрачный, прозрачный, прозрачный. Мясо маловато, конечно. А что мне такой будет, блядь, постный суп? Ну, что-то я не очень-то хочу постный суп. Ирке, сейчас Ирке просто пойдёт, я ей скажу, что купила палочку колбасы в салат порежу. Придёт, я ей сразу же деньги отдам. А кого колбаску-то потом это легко подрезать? Представляете, это картошка наша. Так, где вино? Картошка наша, и она уже, представляете, она начинает дряблая. Вот морковь, которую мне мама давала и съёкла, я её просто выбросила, просто выбросила, потому что она дряблая. Это получается дома из-за отопления сухо, да? Получается так? Ну, зачем вот это вот столько сил гробить? Столько сил гробить, чтобы потом ещё урожай наполовину выбросить? А, ну ладно, мама достаёт её из ямы. У мамы-то же она в яме хранится. Достает её из ямы сколько надо. Ну, не знаю, блядь, зачем это вообще нужно? Ммм, с Новым годом! Ах, 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 ах! Нос чешется, блядь. Напьюсь, что ли? Вот, представляете, я режу, я режу картошку, такое ощущение, что это конец весны. Она, она дряблая картошка. Лучше бы я, блядь, купила картошку вместе с этим, вместе с морковью и с луком в магазине, в маркете. Ну, конечно, ну это вообще-то, это куда? Я просто надеялась на эту картошку. Я пришла домой, начала её чистить. Я знала, что она у меня дома есть. Так, что, говорите, она уж начала прорастать. Я вообще в шоке просто. Ну, это реально, ну это что такое? Ну, дома тепло. Может быть, Женька потом ещё попозже зайдёт. Вернее, когда поедет со своего ремонта. Скажу ей, Женя, заходи на бокальчики и на... Скажу, скажу, скажу. Фу, ещё осталось две морковки. Ой, блядь, какие две морковки? Две картошки ещё осталось. Вот это вот, красивая такая. Прямо вот вообще. Прямо вот красивая. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, кто помнит, когда я варила мясо, я добавляла соль или нет? Могла, могла без соли? Мне кажется, лавровый лист добавляла, а соль... Придётся пробовать бульон. Да, придётся пробовать бульон. Вот такой я вот не люблю на картошке. Видите, да, такой чёрненький глазик. Всегда вырезаю, блядь. И даже не вырезается. Ну, что я хочу, если она уже, это, как сказать, пропадать начала? Могла. Угу. Угу. Сейчас я перезакреплю телефон. О, перезакрепила. Бульон, смотрите, начинает закипать. Бульончик, бульончик, бульончик. Тык, 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 тык. Вот тоже червоточинка одна. Опа. Бульон-то поднимала. Да? Бульон-то мало. Блин, я еще собралась добавлять эту... Как его сказать? Есть кипяченая вода? Дайте-ка маленькой кипяченой воды подобьем. Еще собралась добавлять... Это... Туда класть вермишель. Блядь. Опять что-то... Опять очередной кулинарный провал. Да? Какой кулинарный провал? Все, вот еще... Все, шито, крыто будет. Так, нужно немножечко мяска положить. Так, крышка. Так, надо защитить время. Сейчас 20 минут пятого. 20 минут пятого. Мне не хватит. Мне не хватит однозначно мяса на салат. Однозначно. Почему я думала, что... Кто-то мне написал какие-то, девчонки, в комментариях, с таким кусочком мяса можно было бы и большую тарелочку супа сварить. Кастрюльку. И меня вот это вот подкупило. А как-то много уварилось. Оно в замороженном виде и вот так много казалось. А сейчас оно уварилось и вообще, блядь, как-то его мало стало. Можно подумать, да, я для себя открыла новость, что мясо в процессе готовки меньше становится. Можно подумать. Вот что, девчонки, интересно, будут пить? Скорее всего, Полинка с Иринкой будут пить коньяк. Они в прошлый раз так ладненько пили коньячок вместе, чуть не убили друг друга. Так ладненько. И сегодня такая, я Иринке говорю по телефону, Полина будет... А, да, ну ладно. Блядь, я не могу. Прикольно получилось. Нет, ну давайте я еще буду выбирать, кого в дом себе приглашать. Так. А может, хватит? Вот это мало на салат, да? Тут, наверное, знаете, тут, наверное, грамм 350. Ну да, если, если в мор... Да, ну грамм 300 точно есть. Нормально, не пойду я за таким мясом, никого ничего просить не буду. У меня есть, у меня есть эти кнуты, как сказать, и копченая колбаска к пиву. Я вот ее положу в салат. Нормально будет. А вообще-то у меня есть тушенка. У меня тушенки полно. Мне нужно уже начинать делать салат. Так, я к салату даже не приступала. Да как выяснилось, у меня даже продуктов-то нет на салатах. Хи-хи-хи-хи. Так. Картошка начинает кипеть. Видите? Пеной покрывается. Сейчас закипит, и я все это дело вкладываю. А что все? У меня мясо и только морковь. А, закипит, и я еще, знаете, что туда вложу? Ну, эх, закипит, и я туда специи, или что? Ну, что, я ничего не знаю. Вообще, даже не знаю, зачем схватиться, блядь. Я приглашала гостей, я не знаю, чем я их буду плачевать. Ну, например, у меня еще, знаете, что есть? У меня есть банка этих, как его, икры. Тут мне передали подарочек от Белочки, сказали. Банка икры есть. Это просто, представляете, человек пришел поздравлять с Новым годом, ничего не подарил, подарил мне баночку икры. Ну, это, короче, такой. В дверях потоптался и ушел. Это, может быть, потому и все так себя ведет, полусварилось, потому что я их под холодную воду не поставила. Поэтому, что ли, оно такое? Или почему? Или я херово сварила его? Видите, какое желтенькое? Вода вся выкипела практически, чего это еще? Блядь, ничего не понимаю. Как меня это все бесит, эта вот, блядь, вся готовка? Так, из раковины все равно убирать. О, закипела. Так, яйца положу вместе с мясом. Ничего такого. Все равно в одной тарелке буду все делать. Так, картошка закипела, надо выпить. Ой, надо выпить. Так, холодненькое шампанское. Так, это закипело. Так, тут надо выключить. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Так, помешаем. Помешаем. Бульончик такой, обменный. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну-ка. Картошечка, мясо. Посмотрите. Да нет, ничего такого вроде бы суп получается. Нет, блядь, мяса мало. Нет, нет, нет. Я такую поебистику есть не хочу. Нет. Я просто, даже я не смогу это есть. Я смогу есть, только это у кого-то в гостях. Нет. Мясом уже положить все, как я и планировала. Никакая я неэкономная, блядь, хозяйка получается. Не могу я сварить суп из одного корочка. Мне это нужно минимум пол курицы. Не могу я сварить. Я не хочу так жить и не хочу так есть. Инна, блядь, экономистка. Сейчас я. Ну, учитывая то, что это же мясо-то имеется и для курочка. Все равно, наверное, это будет это... Не так. Курочке хотелось бы побольше в супике, да? А вот такого мяса-то навряд ли. Ну вот. Он уже как радостнее смотрится. Ну вот. Ну слава богу. Вот. Вот это я понимаю. Вот суп, так суп. Посмотри, вот, как миска много. Сейчас получилось, что вообще гольное мясо. Так, подожди. А что там с бульоном-то? Я его солила или нет? Вовсе, блядь, не соленый. Прикиньте. Вовсе не соленый. Так. А, блядь. А, я же вот еще мечтала. Нет, наверное, уже... Подождите. Специи надо добавить. Но уже густо. Если я еще сюда... Видите, как ложка стоит? Если я сюда еще макарон насыплю, это будет пиздец просто. Где этот? Нет, я думаю, что макарон, конечно же, не надо. Пек. Специи. 12 овощей, трав. Пек. Фу, блядь, какой суп. Как я уже мечтаю об этом супе. Так. Где этот? Как он? Лавровый лист. Положу два. Какой-то все равно же от него прок есть. Ну, что я еще сделаю сюда? Порежу. Надо убавить. Так, убавить. Надо лапшу убрать вчера. Че вообще никогда не варила суп с лапшой? Я одно, что что-то начинаю. Сумасшедшая, блядь. Я сюда порежу пару долек чеснока. Пусть будет аромат. Аромат пускай будет в супе такой вот прямо вот вообще. Да, пускай будет аромат лука и аромат этого. Чесночка. Очень хорошо будет. Три маленьких супчика почищу. Так, почистить-то я уже почистила. Мне надо ее сейчас порезать мелко. К салату даже не приступала. Блядь. Одно, что чеснок, который растет у нас в огороде. Вон какой-то весь черненький весь. Как меня это, как сказать, наше телевидение достало? Я понимаю, почему наши люди, все люди уходят на Ютуб. Все люди. Потому что по телеку вообще смотреть нечего. Ему предстоит понять, кто в этом доме хозяин. Кто смотрит битву экстрасенсов, тот я. Более того, я даже в интернете эти выпуски смотрю. Если я не успела их посмотреть, я в интернете посмотрю. Видал, да, как я? Какой мастер-класс показываю? Держу лезвие. Держу нож за ручку. Лезвие. И вот так вот делаю. Так, все. Один маленький чесночок отскочил туда. Все, надо приступать делать салат. Аромат у супа будет, конечно же, получше, когда с чесночком. Обалденно! Вот! Вот! Так, еще немножко соли. Блядь, ебаная банка! Ебаная банка! Да что такое? Руки мокрые. Хотя, что они у меня, блядь, мокрые-то? На хуй мне эта банка нужна, если, блядь, ее выброшу. Постоянно вот такая ерунда. Постоянно, блядь. Что у меня, солонки? А солонки нет, блядь, дома. Ебаную банку. Эй, твою мать! Ебаная банка! Соль белая смерть! Еще не откроешь, блядь, эту банку. О, сука, она как, это, мужика, блядь, в доме надо завести, для того, чтобы банки, нахуй, открывал. Открывайся, блядь! Так, и совсем чуть-чуть, да, на кончике. Я не буду ее закрывать, потому что с ней всегда проблемы с открытием. Так, ну-ка, попробуем. А, подожди, нужно перемешать, я же соль добавила. Нужно перемешать и попробовать картошку. Сварилась она или нет? Бульон наверняка прекрасный. Подожди, как, чуть-чуть зачерпнем бульончик. Угу, бульон охуительный. Угу. И картошечка прекрасная. Вот. Все. Все. Суп готов. Фу. Ну, вот это вот сейчас, чего вот с этим делать? Все эти, блядь, кулинарные эксперименты, нахуй, до добра не доводят. Ла-ла-ла-ла-ла. 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 Кто любит мыть посуду, тот не я. У меня же посудомойка есть. Давай, Инна, еще потоп, потоп устрой. Потому что он полная раковина воды. Потому что там лежат очистки. Там лежат очистки. Блядь, Инна. Давай еще, чтобы соседи вызвали этих сантехников. Ищем ведро. Ведро, ведро. Пачка чая. Этикетка. Полиэтилен. Ведро чистое, поэтому я его так показываю. Сейчас, бля, все выглядело из раковины. Блядь, ну тут я вообще как-то, я, конечно, себя веду. Тут даже эти, а шкурки, а скорлупа даже. Фух. Я думаю, что мне так жарко, я рядом с включенной плитой стояла. Какая-то их девушка, то ли из Китая, то ли из Кореи, участник битвы экстрасенсов. Всегда мою раковину. Когда мою посуду, всегда мою раковину. Всегда. Мне надо сделать, у меня руки грязные. Мне надо сделать потише, потише надо сделать этот телевизор. Просто потише телевизор нужно сделать. Это вымытое, это чистое. Я не могу больше так жить, мне нужно выпить. Ой. Мне нужно выпить. Ну вот смотрите, посуда вот сейчас намыленная, посуда чистая. В раковине чистая. Тут вот грязь. То есть я не могу взять тряпку и сполоснуть ее. А я могу ее протереть и вот там с грязью положить. Так, кстати, все я могу. Где шампанское? Где шампусик? Боже, это шедевр. Это шедевр. У меня Новый год, а почему я не должна пить шампанское? У меня Новый год. Новый год. Новый год. Та-дан-та-дан-та-дан. Та-дан-та-дан-та-дан. Так, вот это я приготовила для яйца. Яйца мытые. Так, вот это. Так, яйца мытые. Вот эти чесноковинки. Блядь. Чесноковинки, чесноковинки. Нужно сделать тепленький варенчик. Уже все пошорпанное с двух сторон, поэтому можно просто полоскать. Нужно. Нужно. Так, чуть-чуть. Нормально. Нормально. Знаете что, мне мама сказала, что шампиньоны нужно будет поджарить, потому что они не к черту негодные Шампиньоны, бандюэль из банки, из банки они вообще не к черту негодные Их нужно перед тем, как положить в салат, их нужно поджарить Мама говорит, поджарь шампиньоны, поджарь, да блять Плиту надо помыть Всегда, блять, в день по 8 раз я мою плиту, мне это уже надоело Я такая неаккуратная Вот на этой части плиты я что делала, почему я ее мою? Я даже не прикасалась к этой части, а нет, я здесь жарила Так, суп готов Суп готов И мало ли, может быть, девки захотят отведать моего супчика Так я тоже им предложу Ну я точно знаю, что суп гораздо вкуснее, чем салат Ну по мне тогда Одно что, блять, затираю Вот тут вот еще откуда-то морковь Вот тут вот это, блять Да вот это, блять, что такое еще? Ёб твою мать Вот это вот, между прочим, у меня просто линолеум сбит Видите, да, за эти вот черные точки Две Вот это вот А, вот это вот, блять, грязь, оказывается, была Кто-то мне звонит Хули так рано Или время 5 часов А, Иринка звонит Иринка Итак Ириша Я снимаю видео Снимаю видео У вас, у вас ночь, моя дорогая Ты чего не спишь? А, ты бухаешь? А, заебись Я тоже шампанское пью Ириша, у меня придут гости через 20 минут У меня не у шубы рукав, вообще Вообще Как хорошо Как плохо Нет, подожди Как тебе хорошо, что ты в Америке И как плохо мне, что ты далеко Инна, блять, надо ехать, да? Надо предупредить всех Короче, Иринка, все Заканчиваю Хорошей тебе ночи Хорошего вечера Все Надо Гости придут У меня не у шубы рукав У меня вообще ничего не сделано Давай, давай, давай Счастливо, пока Покоя, блять, ни от кого нет Ни от кого Что все льется Салат не сделан Я ходила в магазин Я ходила в магазин Я ходила в магазин Я ни хера не купила Почему-то у меня была такая твердая уверенность Что есть это Так сказать Что мяса у меня много Причем вареного Причем вареного Прям хорошего мяса Все прополосканная Все прополосканная Обрабатывать О том, что Девочки не надо Через 15 минут Пиринга придет А она пунктуальная А у меня Еды, как и не бывало В доме Но ничего Похлебает суп Короче, смотрите Где? Ну пиздец Это же надо же такое придумать Я по нему сохну Да по мужгу Надо мокнуть А не сохнуть Высохла Бросай его нахуй И вперед за новыми увлажнителями Не дай себе засохнуть Девочка моя Я не могу Не дай себе засохнуть Девочка моя Так Фу Блядь, через 15 минут Придут люди Пока Иринка не пришла Мне нужно ее Чтоб она зашла в магазин Господи Инна Тебе даже некогда позвонить Блядь, девке Чтоб она зашла Тебе колбасы купила Потому что ты пизда Ее не купила Сейчас положите Я позвоню Юрке Сейчас Так, Ирина Один час назад Сейчас мы Сейчас приду Прямо она придет Я музон прям врублю Ириша Иринка Ира Ты че, блядь, меня не слышишь? Шесть секунд Ирина Ира Ты че, блядь, Ира Ирина Там ни гудков, ничего Иринка, ты меня слышишь или нет? Ну, это че молчишь-то, блядь, если ты меня слышишь? А ты мне скажи Ты уже вышла? Да Полинка тебе звонила? Подожди, Полинка Ты говори сейчас микрофон Я вообще нихуя не слышу Короче, Иринка Зайди, пожалуйста Купи палочку колбасы Зайди в пятерку Купи палочку колбасы Зайди, деньги отдам Купи какую-нибудь небольшую Но такую хорошую И лучше выбери по акции Чтобы она такая была сырокопчененькая Такая тверденькая А где ты ее купишь? Ты мимо какого магазина идешь? А, ты за вино? Все, пожалуйста, бери в магните Я так понимаю, что ты в магнит пойдешь Крюк делать Я так тебе Я так тебе Чтобы это Как сказать Чтобы тебе было попутно Возьми на меня палочку колбасы Хорошо, а то это Ваши две Может, не делаете Сейчас у алкоголя нет? Я знаю Такие Вот У них забрали лицензию Ты знаешь, да, об этом? Нет Ну, я хочу понимать Что вы там знаете А ты подожди А вы с Полиной Подожди Вы с Полькой Насчет чего созванивались? Ну, Полинка Меня спросила Что ты будешь пить? И что вы будете пить? Две подружки Я говорю Я буду вину Потому что Ну, меня не собрать Ну, так тебе же Не на работу завтра А Полинка тебе предлагала Коньячок попить? Ну, да Нет Вы до чего договорились? Полина что будет пить? Полина будет пить коньяк Коньяк Блядь Моя Полина Моя Полина Будет пить коньяк Все отлично Я пью шампанское Нет, ну, Полина Кроме коньяка Ты чего она еще Вот, ты пить Ну, Полина могла пить Все, что угодно Могла пить текилу Могла пить Ну, кроме вина Пиво могла пить Короче, Ериша Мне некогда Давай, приходи уже Колбасу купи Колбасу Все Палочку колбасы Давай-давай Пока, дорогая Кого, блядь? Корову Ох, блядь У меня авокадо вот есть Может, девок Авокадо накормить Очень хорошо Что я сказала Им все купить Ну, потому что Ну, это же Это же Это же пиздец Если бы я суп сварила Блин в мясо Нет, я такое не хочу Я такое не практикую Так, яйцо Яйцо Так Яйцо Так Перевернули Одно яйцо Готово Второе Кто, допустим, накрывает Прямо столы Чтоб они вот трещали По швам Чтобы Когда девки пришли Чтоб их кормили Я нет Их так-то, блядь От меня поганой метлой Не выгонишь А тут вообще Пиздец будет Если им еще столы Такие накрывать Чтоб они ломились Не, нахуй Это нужно Так Один салат Сейчас все возьмут Себе закуски Каждый Индивидуально возьмут Вон у меня яблоки Есть Кстати По линии под коньяк Очень хорошо яблоки У меня есть шоколад У меня есть икра Так Так Яйцо Готово Яйцо готово Нужно открыть Горошек Это тоже Нужно Совсем нет сил Я думаю Чего так громко орет Для битвы экстрасенсов Там уровень громкости На четырнадцати На четырнадцати Это же Ёб твою мать Просто Это оглохнуть легче Сейчас я Полинке Порежу Красивое яблоко Шоколад Поставлю на стол Коньяку Очень хорошо А Иринка Будет пить вино Надо же Надо же Меня, говорит Вообще не собрать Я помню, как тебе, блядь, было не собрать Когда вы с Полиной Видите, они две подружки Они уже созвонились Без меня Созвонились и решили пить Потому что я в их питье Никогда не участвую Так 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 Банка Банка Яйцо Горошек Так Шампиньоны Фу, блядь Это вообще нереально Просто эти банки Открывать На туре, блядь, ради этого только стоит мужика заводить Знаете, какое говно Вот эти Бандюэль Вот это вот Шампиньоны Просто говно, блядь Это невероятно просто Какое говно Они резиновые Они вообще не просто Они испортят любой салат Люб Господи Они там еще и целиком Еще их и резать надо За такую сумму Они там еще и Блядь Целиком Хотя зачем Раковина чистая Что я после горошка мою Да? Ну ладно Затолосим Знаете Целая раковина Это банка Из-под масла Банка Это, как сказать Из-под горошка Такое ощущение Что я, блядь Наготовила на целый дом Так, каждую шляпку Каждую шляпку имеется Вот эту вот Порежу на 4 части По крестикам На каждое поставить нужно крестик Вдоль и поперек Вдоль и поперек Вдоль и поперек Надо бокалы достать Полинка, она вообще Она обычно, когда пьет Она не ест Вот это вот ее всегда и губит Вот это ее всегда и губит А между прочим Мне надо Полинке еще сделать Подарить полотенце Подарить Которое мне Анжела выслала Из Америки Ирка звонит Блядь Руки мокрые Ириша, что? Ты мне сразу Подожди, Ирина Ты мне называй Колбасу и цену Колбасу и цену Дым-дымать мне не надо Сразу я тебе говорю Такой фирмы я не люблю Такой фирмы Дым-дымать Нет, на салат она не пойдет Она хороша Браун-швейская Но на салат она не пойдет Она очень твердая Останкина какая? Филейная? А, юбилейная Останкина, юбилейная Ну, дальше Сколько стоит? А на салат подойдет такая? Ты вот смотри Так вот глазами-то посмотри А какую ты берешь? Ну, посмотри Полукопченую какую-нибудь Ирина, хорошая Я тебе вот это вот сейчас Купи мне какую-нибудь колбасу Хорошую По акции Полукопченую Возьми А ты где? В каком магазине? На Вауральске Нормальная колбаса Нормальная А сервелат, подожди Сервелат, сервелат А, это копченая колбаса Да, я все правильно поняла? Ага Вот, возьми Возьми ее, Ириша Все, давай я тебя жду Давай-давай-давай Пока Блять Она уже в пятерке, нахуй Блять Ищу сковородку Которую Ищу сковородку в духовке Которую я не убрала в духовку Я, говорит Никогда не беру эту Никогда не беру Эту сервелат Я всегда беру сервелат Очень даже вкусно Ну ладно Это они будут есть Добро Так 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 А, сыр 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 Хотела сказать Что там у меня еще в салат идет Сыр Это я зажгла Это я зажгла И на блять Повар Никакишно из тебя Ты уже должна это признать Чтоб лучше Девки ели то Что принесут Дать Когда мыло Бутылку Так Так Чтоб не стреляла Кострюнька Потому что чисто Грибы Жарятся Никченые грибы Бандюэль Жарятся Так Первый перец Ну потому что Они нереальные Они просто резиновые Они ни к черту не годные А других нет Надо куда Мне мама говорила Еще какую-нибудь Специю добавь Иначе Ты просто их есть не сможешь Ну мама еще же знает Мои вкусы Блять Эти специи в суп Мне подожди Хорошо что не насыпала Какие блять специи Что-то я не то делаю Что-то вообще Я совсем Типа думаю Такой Это Шеф-повар Такая типа Все в руках Спорится Приправа для мяса Приправа для грибов У меня есть Ладно Приправу никакую Не буду добавлять Что блять Хуже сделаю Две ложка Замараю Пять ножек Так Надо зачистить Время Без пяти Без пяти От перца Что ли я Какая блять Жара На кухне Сожжем Легче Солат 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 Салат, салат, салат. Салат. Сейчас я вот кнуты порежу. А зачем, в принципе, я и рюкну? Вот же они. Вот колбаска. Блядь, у меня все есть в доме. Уж к приходу одной партии гостей точно есть. Какие тверденькие, вот, блядь, самое то. Никакая-то не в закусках пива, это потрясающая, потрясающая колбаска на салат, потрясающая просто. Вообще, я такое люблю. Ну, не знаю, такого супа. Но по-любому купить не то, что не нужно. Шесть минут назад, блядь, надеюсь, еще не купила. Ириша, ты еще в магазине? А! А, ты колбасу купила или нет? Все, умница моя. Все, умница, я тебя жду. Давай-давай, я счастлива, пока. Пошла в магнит, вышла из пятерки, пошла в магнит. Ладно, уже, блядь, не буду ей говорить, что. Вернись, дай колбасу. По-любому ты купила не то, что нужно. Вот, по задумке должна быть сырокопченая колбаса. Вот, как раз она и есть. Вот как раз. У меня, оказывается, дома все есть. Не отключилась. Нет, включилась и болтаю. Сырка слышала. Я что, и слова обидные или нет? Ну и что, даже если сказала. Плевать я, блядь, хотела. Плевать хотела. Три кучи, блядь, на всех. Так. Где? Где хоть одна ложка? Смотрите, сыр. Сырокопченая колбаса. Яйцо. Горошек. Посмотрите. Сейчас еще будут шампиньоны. Колбаску оставим на этот. Посмотрите, какой салат получается красивый. Вы посмотрите. Вы просто великолепны. Инна, ты молодец. Инна, ты гениальный повар. Гениальный, блядь, повар. Так. Так, у меня стул протертый. Стул протертый. Где эта тряпка, которая руки не теряла? Что интересно, они стали, Маринка, поприличнее себя быть на вкус? Очень гадкие грибы. Очень гадкие грибы. Очень просто вообще. У меня у каждой тарелки свое место в шкафу. Видите, здесь стоят такие тарелки, потом стоят такие тарелки, потом такие, потом суповые. И, короче, это все индивидуально у меня. Так. Индивидуально. Все. Кстати, раскаленное масло тоже послужит неплохой заправкой для салата. Вот и салат готов. Вот. Потрясающий салат. Потрясающий. Сколько бра сложено, еще бы, блядь, он у меня был потрясающий. Так, нужно выпить. Так. Так, так, так. Во-первых, нужно пойти включить свет. Ну, хоть для приличия. Авокадо. Нужно порезать яблоко поленки. О, блядь. О, как жарко, блядь. Сейчас девки зайдут, просто охуеют от того, что у меня пахнет дома едой. Пахнет дома супом, жареными грибами. Я, блядь, так это все не люблю. А, у меня дома арбуз есть. Кстати, у меня дома есть арбуз. Так, эти салфетки. Ну да, ладно, оставим салфетки. Оставим салфетки. Так. Оставим салфетки. Нужно поставить... Что, Ярка, будет вино, да? Так. Иринки, бокал. Полинки, рюмку под коньячок. У меня мороженое, кстати, есть. Я здесь буду сидеть, как хозяйка дома. Так, это мне. Вилки, блядь, где? На хую я взяла сервировку. Вот так вот. Вилка на тарелке заебись уже. Так, положим конфеты. Конфеты. И яблоки нужно порезать. Так. А мне Анжела выстрела из Америки. Конфеты. О, какие. Ой, штучные, какие хорошие. Ого. Ого. Так. Полинки очень хорошо под коньяк подойдут. Так. Конфеты. Ой, блядь. Так, конфеты. Конфеты. Яблоки нужно порезать. Ой, блядь. Одну штуку пить в экстрасенсов идет. Ёбаный случай. Так, сыр надо убрать. Икорка есть. Икорка есть. Конфетки, бараночки. Та-да-та-та-та-та-та-та-та. Так, салат заправлю майонезом. Кстати, у меня есть бальзамический соус. Но он не подойдет. Мы на Урале привыкли есть салаты с майонезом. Да, привыкли. Да, вредно. Но заебись, как вкусно. Заебись, как вкусно. Ой, как вкусно пахнет, а. Посмотрите, сколько добра. Копченая колбаса. Вот эти вот кнуты. Как раз то, что я хотела. Кнуты. Это, ну, называется, типа, закуска к пиву. Зеленый горошек. Яйцо. Сыр. И грибы. Где, блядь, эта тарелка, которую я ищу? Все, заебись. Так. Так, так, так. Сейчас яблоко поряжем. Яблоко, яблоко, яблоко. Яблоко и айву порежем. Пару яблок. С яблочками я тоже закушу. Нет, одно яблоко, одно айву. Нахера оно надо? Лучше потом подрезать. Блядь. На ноутбуке? Ну и хуй с ним, с этим ноутбуком. Че с ним будет? Какая-то, блядь, черная нитка откуда-то взялась. Откуда взялась черная нитка? Фух. Надо сполоснуть. Даже нечем протереть. Потому что это же фигня там. Губка-то ведь. Не губка, а это фигня, как ее зовут. Тряпка. Иринка, пришла. Ириша, пришла? Пришла моя любовь? Все, я спускаюсь. Ты возле подъезда прямо, да? Да, это, как говорится, прости, что трубку вовремя не положила. Да, да, да. Я открываю дверь их подъезда, она говорит, колбасы, блядь, не надо. Сучка, блядь. Не сучка. Сука. Сука ты. Холодно, Ирина? Тепло. Тепло, что ты... А, ты без шапки, поэтому ты в капюшоне. Ирина, да? Проходи, раздевайся. Такие в валиночках такая. Проходи, проходи. Надо яблоки порезать. Представляете, открываю дверь, она мне сразу же. Сука, блядь. Колбасы ей не надо. Иринка, ты прямо ходила, искала ее, да? А что ее искать-то? Подошла, там, где колбаса. Сучка, блядь. А, сука, сука. Ирина, холодно? Я открыла просто балкон, я суп варила. Тепло и на улице вообще. Ну как теплые, Ир, тут относительно. Минус восемь так-то. Минус восемь. Я тебе вспомни. Минус восемь, разве это теплый? Минус восемь для нашей зелы. Это можно сказать, что пуховик надо на руку положить. Ага, пуховик на руку положить, как же. Пуховик на руку положить. Иринка, ты вино? Красное, белое? Красное, хорошо, очень даже отличный выбор. Ёлочка-то у неё нарядная. Ёлочка. Новый год же? Да. Это подарок мне? Да. Это такая красивая у меня. Это подарок тебе в год мышечу. Это мышь? Это мышь? Ты уверена, что это мышь? Я мышь говорю. Год мышечу. А ты родилась в год мыши? Нет. Ну так вот. Просто нарядилась по мыши. Как ты можешь нарядиться? Как ты такая яркая женщина может нарядиться по мышиному? Мышиный цвет. Моя красавица. Подожди. Всегда ваша. Всегда ваша. Раста у меня. Ну тут море всяких конфет. Море всяких конфет. Дай-ка я открою. Я блядь. Давай, классная. Классная. Подарочек. Ира, такая милота. А я тебе ничего скажу. А я и не удивлена. Сучка ты, блядь. Не, не, не надо. Привоньку уже сто лет. Море всяких конфет. Прекрасно. Ты у нас конфеты любишь? Я конфеты очень. Ты прям знаешь, да, что я люблю конфеты? Нет. Ну, просто если я знаю, значит, я знаю, что ты конфеты любишь. Ты уже, значит, левого лица не грёшь? В ленте такая шикарная стилька была на все брютики. На все брютики ты возьми, закрой, во-первых, балкон, чтобы тебя не продуло. Это раз. Во-вторых, возьми штопор во втором ящике. Где-то ящик. Тебе нужно нож поддеть? Нет? Нет. Не сегодня. Не сегодня, да? Ой, блядь. А Полька-то где? Не знаю, она на Октябрьском была. Да, мы с ней... А, она говорит, я с Мариной по делам. Ну, с какой Мариной я поняла, по каким делам нет, блядь. Очень занятая женщина. Это, как сказать, знаешь, что девочка, девочка, хочу сказать. Мороженое есть. Нет, спасибо. А ты не желаешь супчику поесть? Пока нет. А потом? Посмотри, какой отличный. Потом посмотрим. Что ты салату наваляла, ты посмотри, сколько. Да, действительно, блядь. Это, Юра, единственное, что я, блядь, могу. Ну, слава богу. Колбаса там где? В рюкзаке. Неси. Да фиг тебе. А почему? Она же тебе не нужна. Ира, я не знала, блядь. Я тебе сейчас знаешь, какая злопамятная? Ты сейчас просто испытала мое злопамятство на начальной стадии. Я вообще не могу. Открывайте, колбаса ей, блядь, не нужна. Да. Даже не сучка, сука. Сука, да, колбаса ей не нужна. Так. Лобби. Так. Так, ты моя красота. Все, яблоко, айва. Давай выпьем. Слушай, забыл, 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 забыл. Давай выпьем, забыл, забыл. Где мой телефон? Телефон, 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 телефон. Полька звонит опять, блядь, колбасапу. Поля, ты приехала? Поля, хорошо, сейчас спущусь. Я сейчас спущусь. Я около подъезда. Давай выпьем, я пойду и открыть двери. Я поглоточку. Пусть подождет. Пускай младшие подождут старших. Сука, так еще одна зайдется. Блядь, она отключилась или нет? Я уже боюсь, блядь, девки с вами связываться. С Новым годом. С Новым годом. С Новым счастьем. Пошла дверь открывать Польки. Иринка, ты представляешь, Полина говорит, она набрала тебе и телефон сам твой взял трубку. Я слышу, как вы уже очень просто. А, я просто эти... Ты специально доходила меня подставить? Нет, я забываю наушники вытащить из телефона. Дорова. Ты что будешь? Так хера ли ты в прошлом разе? Вон какая нарядная была. Сейчас ты решила ей отомстить, да? Наушники надо вытащить, а то у меня... Я на работу прихожу, наушники не вытащатся, мне звонят. Вообще пиздец. Пока ты, когда ты на работе, до тебя вообще не дозвонится. Да. Что, раздевайтесь уже, заходите. Ира, ты на что тут бегаешь, вошкаешься? Чего там, блядь, там и Польки не пройти, не проехать? Иди ты нафиг. А что? Полечка будет шоколадочку с коньячком, да? А, на, посмотри, а... Ты не поедешь? Ты пила? Да. А, ты пиво? Ну ладно, заначка останется. Я здесь сразу наработаю. Между прочим, я... Ты не убирай это, как сказать. Не убирай, оставляй здесь. Ой, Полинка, достань этот. Во-первых, иди по мои руки. Дай-ка тебе пацаны. Моя любовь. Ну так, между прочим, Полька, это 100% любовь. Полька-то, вот ты-то, конечно, под сомнение. Полька-то мне слова насрать не сказала в жизни. А ты-то меня уже даже сегодня сукой назвала. Толя еще будет. А почему Толя еще будет? Потому что ты меня сегодня больше... Толя мне еще будет. Ой, колбаса где? Колбаса. В рюкзаке. В рюкзаке. Ноутбук я взяла с работы на домой. Вон, посмотри. Сани на нем стоят. Ира, вот Сани. Под ним ноутбук. Все просто. Полинка зашла, говорит, едой пахнет. Да, конечно, я, блядь, суп варила. Конечно, едой пахнет. Вот, Ириша, ты вот вообще у меня умница. Понесешь на работу. Да, конечно, габлять понесу на работу. Все на работу снеси, Ирина. Вот все на работу снеси. Ну, там все кончеты тебе понравятся. Которые тебе не понравятся, они... Отнеси их на работу, да? Да. По Ирленке, я думала, ты у меня будешь пить коньяк. Поэтому я поставила рюмку. Я сначала мог нечего походить, ношу, таскать, чтобы лучше. Скажи мне, пожалуйста, тебе удобно пить вот назадного стакана? Или... Пошире какой-нибудь. Пошире? Вот это нормально? Да, да. Вот это нормально. Мой любимый. Мамая стакана. Это же у меня из Икея. Да не может быть. А у меня из Турции. Почему из Турции? Потому что в Турции фирменное пиво, которое тут написано, Трай, как это так называется. Тебе привезли из Турции стакан или спиздили из отеля? Просто Ульянка привозит без... Ульянка, блядь, отработалась в отеле. Да все привозят халаты, полотенца. Ну, блядь, я нет. Я ни разу ничего не пиздила. Давайте выпьем. Странно. Странно. Неправильный ты русский турист. Ты чего позорите, блин, нашу нацию? Да если все так ездят. Такая женщина в спинте хорошая. Даже не знала, что у нас тут пинта есть. А где у нас спинта? А вот в магните. В магните на первом. Да, у нас есть там пиво, да, разливное. Только там три вида. У меня там 7 или 8 у кого-то. Пить хочу, мужик. Прям пить хочешь, да? Ты не домогаешь, что ли? Ты не домогаешь, что ли? Я не додоспала. Я сплю два дня до четырех. Я же опять вот что-то... Вообще, Полинка, я вчера весь день проспала. Мы вчера с Полинкой созванивались к Новым годом. Я прям сплю вообще, просто сплю. Я поела первый раз, сколько? В четыре. Да, я в четыре пошла зубы вчера чистить. Вообще, просто вот весь день лёжкой. Телевизор, ёлочка мигает и прям вот радует жизни. Руки вымыла? Клёша. У меня шило в заднице. А сегодня, вчера вечером-то приготовила, короче, кушала. Ой, давай-ка, знаешь, что? Вот это вот нужно сначала вот из этой тарелки выложить. Ну, давай. Ну, потому что тут не вошло. Можно, Полинка, в тарелку туда положить? Ну, потом будете есть из общей. Это то же самое. Да не может быть. Это из зуба этого? Она из зуба такая красивая пошла и херами. Выспала, пошла. Я жду, жду такая. Видно, да, у меня вся пиратовская пуша. Как понятно, три дня не спали. Я же работала. Десять дней. Офигеть. Десять дней работала без выходных. Почему десять дней? Четыре дня. Выспала, получается. Ну, ночью-то ты чё делала ночью? Ну, чё делала? Ну, конечно, организм устал. Восемь с тридцать первого на сервисе. Можно, пожалуйста, вилкой с этой? Если в девять и пятнадцать, я легла спать, а в двенадцать и мне уже на работу надо. Пиздец. И она не звонит, ещё хорохорится ведь мне. И, да. Я легла спать в девять часов, время десять-двадцать пять, и она мне звонит. Она уже в магазине. Она уже открыта. Вот как тебя директора будет не любить, да, Вить? Вот как? Только они в шоке. Блядь, я не могу. Конечно, они в шоке, нахуй. Конечно, они в шоке. Сродского бы не было. А сейчас что случилось? Полинка очень ответственная женщина. Взрослела. Ай, гереть. А я вообще бессмертная стала. Так это, знаешь, между прочим, Полина бы раньше даже бы и не подумала, что на работу нужно будет пойти. Ночью тусила, значит, следующий день выходной. Все правильно? Все правильно. Ну, я пуздал. Так, Поля, подожди. Давай покажу суп. Я там еще ребра какие-то взяла. Суп пока... Главное, да? Когда я зашла, сразу вкусно, да? Да. А там сколько добра, сколько добра. Хочек я могу положить потом домой, когда поедешь. Давай я на работу завтра. Давай. У меня дома мы готовлю, мы все контейнеры на работе. Смысл я готовлю? А нет, я сразу готовлю. Я на дыне положу. Понятно, что не с кустами я поеду. Думаю, зачем? Вчера горячее сделала, салат тоже сделала. Думаю, и что? Я в мешочки понесу. Я на тебе яблоки, думала ты коньячок. Нет, что-то не стало. Давайте выпью еще раз. Она совсем такая уставшая, выдоховшая. Я переспала, ты понимаешь? И тут два дня до четырех спать. Посмотри, посмотри. Так у меня щеки болят, потому что я их отжал. Ребра болят. Может, тебе пиздили? Кто, блядь? Кто? Подушка-то не я. Я вчера единственное, что сделала, три стирки поставила. И все. Потому что все четыре дня приходишь, раздеваешься, скидываешь. Да, да. Опять купаешься. И вот так вот. Вот вчера постель мне постирала до одежды. Как хорошо, а? Блин, еще сейчас прикинь к тебе, еду, и Наташка мне пишет, что у нее отец умер. Капец, она у меня. Какой Наташки? У моей Наташки. Ты не знаешь, что это. Капец, так-то похоже. А с Маринкой вы где это были? На Октябрьском она пошла в Мегамарк. Маринка это мама, которая этого парнишки, да? Да, да, да. Мы должны были сегодня с ней. Я ее смотрю, она с восьми до восьми на заводе. Это как, в ночь это называется? В ночь. С восьми до восьми на в ночь, да. И все, я в мой раз с тобой, ты мне уже написала, что типа едешь. Я смотрю, она в сети как бы в восемь утра была, что спит еще, чтобы мне не звонить. Думаю, поеду пока до Октябрьского, пока еду, по-любому проснется. И все, на Урале-то иду, мне на твою работу смотрю, она, я говорю, Маринка не получится. Говорю к тебе, она говорит, у меня тоже дома, капец, тоже не получится. Я говорю, ну все, нормально. А я ей пятьсот рублей должна. Говорю, давайте отдам. Так-то ты бы могла ее перевести. Да, конечно. Надо? Ты перевести? Нет, все, я ей отдала. И отдала. Ну все. Прогулялась там еще? Где там? Я всегда говорю, побледнулась. Да нет. Нет, да? А что такие глаза? Хитрые. А потом расскажу, я такая. А такая у тебя кофта модная? Кожаные рукава. Я тебе потом расскажу, где я ее купила. В секунду и нет? Нет. Хорошая кофта, ты посмотри, как охуительная. Бершка. Бершка? Грючка. Хуинич. 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 Хороший торговый чайник. Скажите, где мне. Блядь, я не могу. Я многое с хуиничей решили. Я не могу. Как девочки салат? Я сама придумала рецепт. Я поняла, когда ты мне диктовала, что ты туда положишь. И на ходу придумываешь, что еще ты можешь, отмечать грибы положить. Ну, грибы. Я не придумала рецепт. Я сама придумала рецепт. Ну, в общем-то, неплохо. Нормально, конечно. Приятного аппетита? Смотри, наш сомелье. Ну, что-то мне надо. Бокал. Чувствуется. Ногкий бокал. Кстати, ей чувствуется, на самом деле. Она девка-то у меня такая. Давай. Чувствуются нотки. Кстати, мои зрители очень про тебя спрашивали. Сегодня какая-то девушка мне писала. Мои зрители? Угу. И что пишут? Вот что. Там вот. Молодцы, Инна. Ты там молодец. У гости пошла. Видишь, она как завуалирована, да? Не говоря правды до конца. Сейчас она пьет. И все. Правду расскажет. Сейчас посмотрим, кто мне там в одноклассниках писает. Не помню. Да я верю тебе, что тебе пишут. Я очень верю, Ирина. Ну, пишут редко, слава богу. По ленте добавляются в друзья, да, Витя? Не добавляются, но... А ты всех принимаешь? Принимаю. Я перестала добавлять. Потому что добавляешь. И в ленте я не вижу друзей всех, что они высыпают. Да. Потому что вот... Да, потому что всякая шляпа вот такая вот. Люди для тебя, они знакомые. А знаешь, что так можно в социальных сетях? Зайти и отписаться от новостей. То есть они будут твои новости, как бы, видеть публикации. Можно зайти на страничку. Можно. На страничку каждого. Я вот, знаешь, я сама. У меня больше тысячи ВКонтакте сейчас. Раньше было 270. 270 всех, кого я лично знаю. Сейчас больше тысячи. Я просто... Я не вижу людей, которых я... Так еще меня раздражает, когда по 20 фотографий одних и тех. Да. Вот так вот я, а тут вот чуть-чуть, чуть-чуть вот так. Вот. А тут вот... И у меня вся лента вот в это вот. Как бы удалять-то как бы тоже. Заразить, это чего ты... В принципе, люди плохого ничего не сделали, да? Но однако же, они же не знакомы тебе. Ира, где колбаса? Тебе зачем? Она же тебе не нужна. Да ты ее домой унесешь? Да, я ее унесу домой. Я принципиально ее у таракана... Ты представляешь, я звоню с Ириной. Я снимаю видео, я тебе готовлю салат. Не хватило, у меня колбасы. Я звоню, говорю, Иринка, это как сказать, где колбаса? Пойдешь, купи колбасу. И она пришла в магазин, диктует мне такая-то, такая-то цена. И я говорю, ну все, бери на свой вкус, бери, вот, возьми чуть-чуть по акции. И я не отключила, все говорю, блядь, что-то звонит мне еще, говорит, определиться с колбасой не может. Нафиг она мне нужна, у меня так все дома есть. Ты представляешь? Короче, я там какую-то шляпу, по сути, купила, знаешь, что... Да. А так-то у меня все дома есть. А потом выяснилось, что я нашла вот такие вот кнутые, называются, закуска к пиву. Да, да, колбаски. Я их так острым ножом порубала, думаю про себя. У меня есть колбаса? Я говорю, блядь, и не отключила, иди. Я иду, но наушников-то хорошо у меня скидывается. Ты представляешь, я открываю двери, я открываю двери в подъезд, но они говорят, колбаса, блядь, в нее есть, сука. Я потом уже увидела, что я не отключилась, это вообще пиздец просто. А вот так вот люди палятся. Мужья перед женами. Ты знаешь, сколько я раз не отключала, когда у меня другой телефон был? Это вообще пиздец, полина. Нужно очень быть внимательной. Это вообще... И причем, я не будем называть имя, со своим этим дорогим-то разговаривала, его не отключаю. И мы идем ржом втроем. Я над ним, да? А он такой еще же, он же такой внимательный, он каждое слово ловит. А он с кем сидел, они мне говорят, он смотрим к телефону, он так прилип и слушает, с нами не базарит. Потому что... Да. А потом мы с Наташкой вдвоем опять сидели. Представляешь, с подружкой ты что можешь обсуждать? Пиздец, просто пиздец. Я достаю такая и смотрю, что не выключено, я ей показываю. И в конце такая говорит, ну я же все равно его люблю. Я такая говорю, надо время посмотреть. И такая, ой, я говорю, я что тебе не знаю? Это вообще просто... Бля, это огонь, жесть не смотреть. Жесть не смотреть, конечно. Это вообще пиздаечно просто. А что там за еброшки принесла? К пиву? Да. А их пререзать просто. А их не нужно погреть? Нет. Нет? Нет. Просто между ребрами разрезать. Между ребрами? Ну они же палками вот так идут. Я заебала. Я приготовила суп, и я просто заебалась. Просто работать заебалась на кухне. Я еще вчера, раз я к ним еду голодом, говорит, наверное, помру. Да. Супа, говорит, так хочется. Из красной рыбы хоть седьмое небо есть. Да, да. А вчера мне хотелось ушиться. Думаю, как бы мне хорошо ушиться поесть. Я думала, это... И пишу Полинке, так и помру, наверное, блядь, с голодом. Я сама лежу у меня дома. Я почему вчера из дома я вышла? Потому что ничего... Я пожарила себе вчера одно яичко с колбасой. Вот поела в пятом часу. Думаю, по-любому надо идти за продуктами. И пошла. И на УАЗе, сука, ну нигде нет болгарского перца. Я решила... А у нас есть, в Мегамарке есть. Ну, а я что? Купила в Кироском, такой вкусный такой сладкий. Дайте выкручки. А мне надо было край домов, при карабкане лово. Перец я уже задумала. В рецепт? Ну, таймний рецепт, короче. Такой же, как я, да, придумала? Нет, курицу обжариваешь чуть-чуть, чтобы до корочки. И в противень кладёшь. И обжариваешь перец, помидоры и лук вот эти. И сверху на курицу заливаешь ловку. И всё. А без перцев вообще бы не то было. По итогу, нашла там какие-то два перца, ну, за небес получилось. Ну, ручки-то золотые. Ручки золотые, да? Что это за подарочки? А это не Ирина принесла? Пять украл уже. Нет ещё. Ты почему так говоришь, Балина? В первый раз в жизни купила пять подарков всем. Ини в том числе. Четырём племянникам и Ини. Слышишь? Ты слышала? Четырём племянникам и Ини. Ай! Потому что море конфет сядь. Море конфет. Я думаю, что ты купила. Иринка знает места. У нас пришли, и мы что-то... Нам пришли пять коробок больших. Вот, ну-ка, конфеты из Америки, между прочим. Я продавлю целую коробку. Хазельнов. Типа ценярия? Да. Из Америки? А мне, кстати, женщина, одна постоянная покупательница, за чё, прям меня любит, меня любит, она заказала в интернете какой-то двойной бочонок шоколадный. Блядь, я не могу. Такие офигенские шоколадные конфеты из Нальчика. И она мне принесла эти конфеты. Блин, ум отъешь вообще. Она говорит, я специально вас угостить не чувствую. Я говорю, что вы покупаете? Я для вас приехала, думаю, что-то совсем уже. Конечно, спасибо огромное. То есть мы не понимаем, да, ваши звездности? Когда люди едут специально нас поздравить, мы не понимаем. Она один раз попала в наш магазин, приехала, короче, из Красногорки. Попала? Там что-то закончилось, и всё, и тра-та-та-та-та-та-та. Короче, она зашла за одной фигулькой, вышла с полнюхонькой корзиной. И потом... К вам так и заходишь в корзин. Да. И вот она постоянно к нам стала ходить, хотя живёт напротив, в Красногорке вот этого. Она принципиально едет к нам в магазин. Едет, потому что делать некую. Да. 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 Тётеньки, вы есть такие? Вот я бы, по-моему, не сюда поехала. Да никогда в жизни, блядь. Ради продавца. У меня что, глаза на войне вырублены? Так у нас есть, знаете, специально делают пункт выдачи на проспекте Победы, чтобы увидеть меня. Прям люди, да. Прям да. Это у нас вообще. Я звезда. Как хорошо быть звезда. Смотри, у меня, видишь, у меня новый поклонник. У меня подарил мне сегодня ветку лилий. Второй, блядь, Миша, покойничек. Будущий поклонник? Не, подожди. С этим я мутих ничего не собираюсь. Очень хорошо. Очень хорошо, блядь. Тебе колбасу-то надо? Что, нас строгает тебя? Тебе надо? Если нет, если ты хочешь его унести домой, то давай. Очень хочу. Давай, давай сюда мне ее. Я деньги отдам. Мне она не помешает. Вы видите, что мне рожа надавленная? Я прям боролась с этими. Боролась с прыщами. Ну ладно, хоть не в синяках. А кто бы меня отбузгал-то? Ты че? Синяки, прыщи. Боролась с прыщами. Боролась. Открой холодильник, положи ее в холодильник. Сколько она стоит? Ага. Минус 40% скидка. Ты молодец. Она не просроченная? Нет. Нет, конечно. Ничего она просроченная. Ничего, да, она не просроченная. Я вообще к маме приехала после Нового года, 1 числа. Проснулась и поехала к маме. И, короче, приехала и захожу в магазины. А что, у нас же столько народа нет, сколько продуктов в магазинах. Я захожу прямо в продукции передо мной. Меняют, меняют, меняют. Скидки, скидки, скидки. На такие шикарные вины. Скидки вообще. Я купила за 290 рублей вино в 53% скидка. Охуетьенно просто. Да, это было. Охуетьенно просто. Это жадный до март, я вообще просто офигела. Давайте вот эту конфету уберем. Да? Да, вот так вот. Возьми мурица. Полотенце вот такое есть. Мокрое, видишь, таскается. И можно новое взять вот здесь вот, чистое. А мне, кстати, полотенце. Тебе Анжела передала полотенце. Анжела из Америки тебе передала. Мне? Тебе. Что, реально? Да. Прямо тебе, да? Спасибо, Анжела. Большое. Я думала, Иринке она говорит передала. Нет, тебе. Ты же полька-то, блядь. Ну да. Еще вот конфеты передала. Тоже мне? Тоже тебе. Точно? Точно. Анжела, спасибо. Еще косметичку потом отдам. Когда потом ты ей пользуешься? Почему? Когда потом ты ей пользуешься? Нет, она просто там лежит. Еди ты сдавай, да? А, это мышку давай сразу, чтобы ты не забыла. Какую мышку? Для компьютера. А, блядь. Что за человек? Что за человек? На. Та беспроводная, Полина, у меня, блядь, на работе. Ты же ко мне не зашла? А мышку от компьютера давай сразу. Там, говорит, у нас. Зачем прятать, если это мне? Нет. Ты че? Ты че, блин? Конфеты по-призону вкус. Охуительные. Пойди, возьми пакетик вон там вот. Ты, может, еще раз чем-то подаришь. Что? Ну, Анжела тебе больше ничего не передавала. Скажи, ладно, Анжела, ты моя сестра, да? Ты, блядь. Ты че, офигела? С Единой России. С Единой России пакет. Да, пожалею, конечно. Бери другой. Не пивной гурман? Конечно. Пивной гурман, да. Сразу видно, что работник пивного гурмана. Вот этот возьми. Сейчас я тебе косметическую принесу. Ну, сейчас так придет. Это все, мне все? Да, конечно, ага. Ты, Лиз, не жалеть, пожелала. Все тебе. Тебе зачем? У тебя складывать уже некуда. Ты че, вообще, что ли, офигела? На, вот эту вот звездную. Слышь, ты куда столько? В смысле, куда столько? Тебе зачем это? Ну, в смысле, куда столько. Вот, например, Иринка, она у меня опасная кибрица. На, Ириша, на. Хорошо, спасибо большое. Это, между прочим, так-то тоже из Америки прислали. Мне так сказать. Спасибо, только подойдет. Тебе-то да. Ну, посмотри. Да, да? Ну, и подойдет же. Даже если у меня будет с собой спортивный рюкзак, мы соберемся на дискотеку и просто... Посмотри, блядь, она сразу же пакует. Она сразу же взяла пакет и пакует на выход. Что, блядь, за человек? При чем? Она сразу же взяла пакет, пакует волниеносно. А как? А как? Пакует, потому что нет кого-то. Ты скажешь, на кого? Посмотри, заглядывает, а? Ты посмотри. Я, у меня кошелек-то хороший у меня, да. Вот. А я тоже думаю, а мне вот такой, блядь, прийду поменять на маленький накладчик. Ну, я, блядь, поменяю нахуй. Ирина, у меня большой кошелек, портмоне мне неудобен. Мне нужно маленькую сумку. И вот. Маленький кошелек. Ладно. Открывают сторис, а там люди гуляют, ездят, путешествия занимаются, залиют. И у меня к вам вопрос. Слушайте, вы не умеете лежать? Вы не умеете лежать, да? Сука, да? Открываю сторис. Все какие-то горки, какая-то активность, какая-то показательная. В жизни, блядь, никто бы никуда не пошел. Ну, согласись. Мы шлю. Ну, ты бы пошла? Вообще, у меня на горки только свистнет. А что ты меня сегодня не смешивала? У нас есть. Это я сегодня свистела, свистела как. Ну, давай завтра. Или как? Ты что? Что она вытягивает? Ладно, хоть в кино, а завтра пойдем. Кстати, Полина, ты не хочешь с нами пойти завтра в кино? На работе. На работе. Я же забываю, Заня. Это такие фильмы, как «В холоп» смотреть в кинотеатре. А что за фильм «В холоп»? Ну, там комедия, там офигенная, конечно, артисты. Но там можно дома в телевизоре посмотреть такие фильмы. А ты знаешь, что там, а что, елки, знаешь, что бибельные фильмы? Я как-то из-за сублевки новогодней доставил елку. Потому что потом до дома не пошли, а потом 4 раза так получилось, чтобы терпеть стрелок. Слушай, елки. Что? Ты ходила на елки? Мы ходили. Вообще, мы открыли сезон елок с ловкой. Да, блядь, я даже не сомневаюсь. Там даже, там ни в тебе, ни в вовке не сомневаюсь в вашем потенциале. Мы с ловкой оба. Что, реально? Вам смешно прям было? Да, мы взяли. Я взяла шоколадку, чтобы предательски шебуршать бесячие. Я ненавижу, блядь, таких людей в кинотеатрах. Еще шебуршали шоколадкой, потому что надо было закусывать. Ой, половина еще есть, как хорошо. И ноги, ну, хихикай. Конечно, мы оба громко ржем, заливисто. Нас из кинотеатра 185 раз пытались выдворить. Ну, вот такие такие сомневки. Ужасно, ужасно. Так мы и так пришли, вроде, там сидела-то полтора дня. Я в кино либо засыпаю, либо смеюсь. Ну, смеюсь тоже. Не просто так, что сижу с кем-нибудь, вспомнила анекдот. Союз спасения, вот они себя, как называли, декабристом. Я пролопатила, про декабристов. И поехала она за ним, да, и испортила ему всю каторгу. Блядь. Нет. Во-первых, прям про тебя, да. Я перелопатила все, я узнала, что все декабристы были масонами. Почему Трубиско не пришло на сцену? Все декабристы были масонами. Посмотри. Я даже не сомневаюсь. Подготовленная на фирму полюса. Подготовленная, да. Она уже с сюжетом ознакомилась. Она уже все лица из ягра прослушала, прочитала. Вот это я пока... То есть ты свое, да, мнение создаешь? Да, я хочу посмотреть, и только потом... Сколько звезд? Вот рекомендация просмотрю какая? Не знаю еще. Да по-любому 3 или 5 пока еще. Да пофиг. Подверг на саду. Ну сейчас. Надо же так. Ты посмотри, она четверит, а? Ты что, краев не видишь дальше? Ха-ха, скажи. Надо музон включить, да? Да, да. Надо включить музон. Да, на работу 9-го. Это знаешь такие картинки из интернета? Вот рюмка водки, огурец в одной руке. На работу 9-го, да. Нормально. На работу 9-го. И на завтра. Тебе завтра? И послезавтра, да, получается? Завтра, завтра. А сегодня у Леныча работает? Я 19-го работаю. Но после работы не забудь. Что? Мы с тобой встречаемся. 19-го ты работаешь? И мы после работы встречаемся. И чем? Мы на Крещение идем с тобой, по-нехоженному снегу. Вот. Видишь? Или в прорубь хочешь? Нет, в прорубь не хочу. А то Лешка такой... Лешка такой, поехали со мной, и он в проруби купается. Поехали. Я говорю, идите на фиксы. Такие все, блядь, грамоти. Я на поле говорю, никогда не купаюсь. Тут такая в прорубь... Я и так лучше супер топорище на счет. Я нигде не купаюсь. Я бы все в проруби купаюсь. Ну нет. Я вообще в воду купаюсь. Полинка, нужно... Ты ничего... У меня нет грехов. Ты не завидуешь, ты не воруешь, ты не злословишь. Ты хорошая девочка? Матерюсь, пью. Ну и что? Я тоже грех. По меркам православия даже ржать грех. Ржать просто. Радоваться жизни. Нужно вот спокойно себя вести. Про нас. Быть и замуж в девичестве. В девичестве. В девичестве. В девичестве. Ну и мы. Про нас. Ни то, ни другое уже не про нас. Ну было бы смешно, да, если бы я в 37 лет вышла, была бы девственницей. Это нормально, считаете? Ну и на меня, между прочим, так-то есть, где пробу ставить. Да. Да? Ну так-то тоже. Можно поискать места. У тебя? Да. Где? За ушами, блядь? Можно поискать места. Ну за ушами тоже, как вояна. Можно поискать места. У меня такие самые нормальные ребра, вот такие запечатанные. Да? Так-то на разрез лучше. Я думаю, эти такие... У тебя в магазине ребрышек нет? Нет. Я, может, завтра подъеду. Тут же забыла уже, что помещалась девчонка. Ну, пойди. Конечно, да-да-да. Прям забыла. Я говорю, я к тебе завтра подъеду. Тут же смотрю на нее, блядь, думай, я обещалась девчонка. Смотри, колбасы-то уже боится на меня, прям, вот смотрите. Я тут же загадываю про себя. Я всегда, вот, обещаю, блядь, всем кругом. Я забуду. Я обещаю, меня тоже, знаешь, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Ага. Тут помню, там... Ну, что столько вариантов есть всегда. На какой пойдем сеанс? Во сколько? В 16.20. Давай, блядь, утром пойдем. Утреннее. В 16.20 сколько идет длительность фильма? Ну, может, часа два, но зато мы в Полине успеем потом. Мы везде потом... А Полина до 11 работает, мы успеем все равно в Полине. Нет, а там мы не успеем уже, если... Там всего три сеанса утренней, дневной, и там уже вечером. После 11 ты нет? Только 22.00. А зачем после 11? Чтоб я пошла тоже. А! Ты что, вообще не алёд? Не алёда! Покажи ногти. А, да эти же? Ну, конечно. Что думаешь, и каждый день перестанет? Так нет, Полинка, они у тебя все еще так хорошо выглядят. А что они сделаются? Да, Полинка, они у тебя охуительно выглядят. Я все в перчатках делаю. Усуга даже в перчатках. Охуительно выглядят. Просто. Что они сделаются? Что они сделаются правильно? Давайте выпьем. Хочу, хочу. Никто не возражает? Битва экстрасенсов. Сейчас включай музыку, все. Чувствую, а мы клюкозь даже спили сегодня. А в этом сколько вы взяла? Так. Три полтора. Союз спасения? Три полтора? А вы в чем нужно? Завтра в 22.10 и в 03.20. В 03.20. В 03.20.12? Да. Что вообще, что ли, на ночь в кинонохоне нужно? Классная же ночь. А сколько стоит в 03.20? Ну, ты в 20, не знаю. В 22.10 и в 250. В 22.10. Ты тоже не подходишь? Нет. Ну, и без ничего. А, это расписание на сегодня. Схуяли мне на 5 января-то надо. Нет, а на 6 января. Посмотри. Ты сегодня все смотришь, они тебя на 5 января. Да, конечно. Татьяна, завтра так-то запрашивала. Так, Союз Спасения. Ты же говорила про декабристов, а уже Союз Спасения. Союз Спасения про декабристов. Два часа. В 22.10.250 рублей. Угу. Соколов покойничек, Соколов покойничек. Я обожаю. Я тут его представляю, захожу в этот, захожу в Сбербанк. Он стоит там, деньги кладет, дать на кредитную карту. Есть парень-то в кредитах, ну я не знаю, стоит там, в фойе. Сбербанк такой, о, Кубышек, типа, привет. А ты знаешь, что я там? Ты его видала? Соколов. Соколов. Я была Наша. Нет, Наша. Ее еще тогда не было, да. Такой, о, и мне, я тут же с мамой разговариваю по телефону, такой, привет ей, думаю про себя. А я такая отключилась, мама не сказала там, свое. Я отключилась, она такой, ты что не передала привет? Ты что, не охуела ли? Я маме еще буду привет передавать. Кстати, у меня с ней не любовь. Все? Все. А ты сказала, про чем у человека? Нет. Ты так просто молча, да, не любовь? Молча, не любовь, да. Сколько случилось? Ничего не случилось. Меня заебали мои родственники. Вот, блядь, слава богу, полька есть и все. Богом подарили человек. Не хочу, блядь, ни с кем даже дружить. Что я, блядь, купила тут опять? А, смска 968 рублей, это я в магазин ходила. Купила вина, купила шампанского, зеленый горошек, сыр, 900 рублей. Я облинаю, шампанское, потому что. Шампанское дешево, очень хорошая скидка. Вино тоже, Мукузани, за 399 всего. Я вообще-то тоже сходила, ничего. Вот здесь, блядь, видишь, магазин просто тысячи вот так вот нету. Я так к грузинскими виновами хорошо не отношусь. Я тоже. Ты понимаешь, я между Санта-Барбарой и между Грузией выбрала Грузию. Вот я недавно брала Санта-Барбару, Испанию. Я сама удивилась себе, что я отдала интуитивно, и причем Мукузани дороже по цене. Я все равно выбрала. Какой я бы ни была помешанной на скидках, я все равно выбрала Мукузани. Я сейчас тоже на них смотрела, смотрела, думаю, я раньше вообще, я с ума сходила по грузинским виновам. Такая вкуснятина была. Тверь. Алло, Наташа? Наташа? Алло? Алло? Наташа, ты меня слышишь? Что, Наташа, скажи еще раз? Ага. Ватсапе написала, ага. Все, поняла. И нужно что сделать? Подожди, сейчас я зайду в... Подожди, Наташка так прерывается. Скажи мне, ватсапе написала, что нужно сделать? Сейчас зайду ватсап, прочитаю. Сейчас, моя дорогая, подожди. Зайди, прочитаю. Да. Блядь. Что там, блядь, творится, нахуй? На ютубе. Как она? У тебя Альвинки не было, блядь. Альвинки не было. У Альвинки муж приехал. Представляешь, приехал муж и, блядь, разбил машину. Нормально? Альвинка говорит, я просто охуела. Олег разбил машину. А я, говорит, просто. Сильно? Крыло левое, крыло правое, передок. Тысяча сорок. За что, блядь? Когда он уедет? Нет, нет. Он скоро уедет. Он скоро уедет опять работать. Наташа, большое спасибо, моя любовь. Я сейчас все сделаю. Сейчас, Наташка, я все сделаю. Подожди. Спасибо большое. Когда-то в феврале приедешь, когда у нас Артем уезжает. 15-го. Мне, наверное, надо 15-го успеть. Я хочу в театр, я хочу в Байк. Да, Полинда, куда-то? Да, в Питер. Хочешь, Полинда? У нас постоянно жорка-жорка. С сыном-сыном. Вот если я из-за этого турка выйду замуж, как ты считаешь? Ничего. Ну, этот-то нормальный. Что там за какой-то старпёр-то у тебя был? Блядь, это наил. Ты что так говоришь про него, старпёр-то? Я уж напугалась, блин. Да что? Ну, этот-то, блядь, бармен. Этот-то, блядь, Тахирчик. Этот-то охуенный. Когда тут наготавливал и... Кто? Тахир кто? Это, блядь, Тахир. Тахир, который наил. Наил, блядь, наил классный. Он охуенный мужик. Он охуенный мужик. Полинка мне звонила по видеосвязи. Мы болтали. Ты прям видела его, да? Я тебе показывала его. Ты Сляховой с ним разговаривала, со мной вообще не знаю, с кемишь. С Сляховой? Женька тоже звонила. Да. И он, представляешь, Женька звонит, а вот курит и за мной разговаривает. Так я так же. И ты говоришь, не позорь меня, не обязательно. Так, да, и причем... И он про тебя вообще ничего не сказал. Я говорю, это моя сестра. Он говорит, это тоже твоя сестра? Ну, почему-то он думает, ты типа, это... Кимо, это Абла? Типа, кто это? Сестра я такая, блядь. Говорю, вот это сестра. Он говорит, тебя не было сигарет видно. Потому что я в тамбре курила, там солнце светило, и я же вот так... И там не было сигарет видно, а Женька вот так вот. Женька, да, вот... Не в камеру, блядь. Фу. Он, знаешь, такая, она что-то брови сделала, такие вытутырованные. Он такой, говорит, это кто? Типа, сестра? Я говорю, нет, не сестра. Он такой, типа... Типа, сигара и чельмец. Типа, курение нельзя. Типа, кислый маски. Девушкам запрещено. Вообще, блядь, я думаю, вроде... Он... Да, и он говорит, типа, ты-то хорошая у меня. Пойдемте покурим. Пойдемте покурим. Я, кстати, не курила. Сколько уже? Как ты не курила? Месяц, наверное. Я вот курила с вами, когда последний раз уезжала в эту... В Турцию. Когда перед Турцией мы с вами бухали. Давайте выпьем. Ну, я вот тоже... Когда? Нет. Ну, ты зря отказалась от богемского стекла там у меня. Я тебе подавала тонкий бокал, богемское стекло. Ой, блядь, больше двух часов. Это не загрузить никогда.